Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Юрий Павлович Севин, главный тренер Локомотива. Начнем с комментариев или с вопросов? Ну давайте я начну. Мы все разочарованы. Я разочарован тем, что после пропущенного этого мяча, хотя таймом был достаточно неплохой в техническом плане, но мы очень были слабые в характере. Мы неожиданно стали очень много единоборств проигрывать. Мы неожиданно потеряли какую-то уверенность после первого тайма. И, на мой взгляд, второй тайм, который был, во-первых, нужно его еще посмотреть, статистику и так далее. Такие резкие, наверное, нельзя делать выводы. Но он мне совсем не понравился, потому что не было характера в игроках. Вот такое резюме. Редактор. 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 Я думаю, что мы имеем те же шансы, как Байан. Но это не играет сегодня. Не думали ли сыграть сегодня так же? Почему посадили Мурилов на скамейку? Во-первых, никого мы никуда не посадили. Все-таки состав, который на следующую игру происходит от предыдущего матча. А предыдущего матча, ну, он оставил желать лучше у того или у нового игрока. Вот и все. В следующем году мы решили, что Локомотив не выходит из группы Лиги Чемпионов. Он занимает четвертое место. И если в том году было какое-то одно впечатление, в этом году, наверное, как-то получше. Ну, по крайней мере, я даже свое, мне не скажу. Наверное, многие поддержат по предыдущим матчам. Но результат все равно такой же. Чего вот качественно в глобальном смысле тогда не хватает, чтобы занять там третье, второе место? Спасибо. Ну, вот сегодня не хватило характера. Сегодня не хватило. А в целом, чтобы нам выходить из группы Лиги Чемпионов, наверное, мы должны более таким обширным и качественным составом иметь любая команда, не только наша. Для того, чтобы было побольше ротации, для того, чтобы была побольше конкуренции. Наверное, вот эти простые вещи, которые есть. Наверное, есть такие моменты, которые, факторы, иной раз играют роль, иной раз не играют. Травмы ведущих игроков. Сегодня в матче два-три игрока, которые до этого работу тренировочную в течение недели практически не делали. Поэтому их кондиции оставляли желать лучшего. Такой был очень сильный дисбаланс. В следующем году Локомотив играет Локомотив в Чемпионов-League. И хотя идущие результаты различные результаты, но Локомотив финансирует всегда на 4. Platz. И не идет в Европа-Лига или в Альтфинале. Локомотив в Чемпионов-League. Но это касается чисто нас внутренних. Эти болельщики, я даже не сомневаюсь, что они сегодня были разочарованны. Поэтому я извиняюсь за этот матч. И я хочу, что я извиняюсь за последнюю неделю, наверное, две, масштаб обсуждения возможного трансфера Алексея Миронючука вышел за все возможные разумные пределы. Как вы думаете, могло ли это как-то сказаться на игре команды, на его игре? В принципе, он выглядел одним из самых живых сегодня на поле. Но как по вашему мнению? Не выглядели все очень плохо. Все очень плохо выглядели. Хочется услышать вашу точку зрения относительно возможного перехода. Я могу только сказать, что сегодня у нас команды не было в втором этаже. Вот и все. И мне это еще и еще обидно. В последние две недели в следующем месяце было очень много вопросов о Миронючук и Ювентусе. И вы можете это сегодня преимуществовать сегодня? И ответы на вопрос, что нет. Мы думаем, что в второй половине времени мы очень плохие команды. По поводу самого Алексея, вы не хотите сейчас рассказываться? В чем? Ну, хотелось бы просто послушать именно вашу точку зрения. Готовы ли вы будете смириться с тем, что если он уйдет зимой? Я не хочу на эту тему говорить. Об этом мы не говорим сегодня. Коллеги? Юрий Павлович, вы сказали, что не хватило команде сегодня характера. Обычно Локомотив как раз берет тем, что проявляет характер. Чемпионский сезон дожимали на последних минутах. Но сегодня матч самый главный в Лиге чемпионов против соперника. Соперника, с которым решалась судьба третьего-четвертого места. Вот объяснение у вас есть, почему именно сегодня так получилось? То есть нет характера, понятно, но из-за чего? Я уже сказал, на этот вопрос я уже ответил. Не хватило характера? Так, понятно, хорошо, спасибо. Юрий Павлович, по итогам сегодняшней игры Локомотив фактически лишился шансов на Еврокубку весну. Осталось три игры до конца зимней паузы. Можно сказать, что теперь все силы уйдут на чемпионат России, борьбу за выход Лиги чемпионов в следующем сезоне, или в Мадрид все равно полетят сильнее, чтобы отыграть на победу. Наша сегодняшняя ситуация, дай бог, чтобы мы как можно меньше потеряли очки. Если мы потеряем меньше очков в этом сезоне, мы их потеряем обязательно. То есть после Нового года, я думаю, у нас будет немножко другая команда. Сегодня локомотив фактически все шансы для Чемпионов и Европа Лиги. Я думаю, что сейчас, в следующем сезоне, мы будем фокусироваться на русском Премьер-Лиге. И это основное, что мы не сможем, чтобы отыграть, чтобы отыграть все шансы. И это будет обязательно с нами. Игорь Павлович, вы только что сказали, что после Нового года будет другая команда. Можете расшифровать, что это означает? Во-первых, по характеру. Игорь Павлович, вы только что сказали, что после Нового года будет другая команда. А во вторую, или в другую, в третью? А во вторую или в третью очередь? Ну, это самое основное. Если есть характер, будет результат, нет характера. Будут звезды, но ничего не выиграешь. Игорь Павлович, эмоции и характеристики – это важная вещь. Игорь Павлович, учитывая, что все шансы потеряны в Лиге Чемпионов и даже в Лиге Европы, какое значение будет иметь матч последнего Тороса Атлетика? Каким будет состав Локомотива и какая будет цель в этом матче? Я не знаю, какой будет состав, потому что до этого еще есть игры. А цель, какая цель? Во-первых, достойно представлять Локомотив. Это основная будет цель, которая будет в Атлетике дальше. Цель с видением на следующий год, с нового года. Какой будет и как будет выглядеть Локомотив. Мы будем бороться. Игорь Павлович, есть ли какие-то цели на зимнее трансферное окно? Есть ли какие-то цели конкретные на зимнее трансферное окно? Вы сказали, что будет новая команда, возможно, трансферы какие-то. Ну, я уже вам сказал, новая команда – это не значит, что будут большие замены игроков. Это немножко другое. Ну, то есть целей нет, да, на зимнее трансферное окно? А какие будут цели, вернее, какие могут быть изменения? Мне сегодня сложно говорить. Я знаю одно, что должны поправиться игроки. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет громадную роль. А как дальше будут происходить какие-то изменения? Мне сложно сказать. Спасибо. Про новые игры я не могу поговорить сегодня. Мы ждем, Фарфан, который играет очень большую роль для нас. Но новые игры я не могу поговорить сегодня. Дальше игроки, те, которые были травмированы по месяцу, полтора, я надеюсь, мы их подведем в хороших кондициях. Когда они проведут сбор, месячный сбор, они неделю до чемпионата. Вот это самое основное. Игорь. 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 Заранее говорить, что он будет появляться очень часто или наоборот редко, это зависит от него. Это зависит от него. Потому что есть такие моменты, что молодые игроки одну, две игры, это происходит очень ярко, и потом вдруг происходит большой спад. Есть общий комплекс игроков, который чтоб раз Hmm factorsировать. То есть это самое основное. Ротация... Это konkurрыция... На сегодняшний момент у нас проблемы с этим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...